там яйца помидоры и курица заниматься чем-то своим приходится решать и мало приехала в аэропорт толмачева сейчас встречаю ваню он приехал из питера прилетел был там две недели учился программирование я жду его как будто он в армии был не могу прям вообще поэтому сейчас сзади машина все я гений парковки не считая того что сразу какой-то мужик сидит курит и пялиться ну да ладно я попробую пережить ладно пока жду пораньше приехала расскажу вам о том какие у нас будут предметы в этом году четвертый курс это значит у нас будет цикл цикл это вот мы учимся раньше как внутри года учились нас каждой неделе были разные предметы и сверху лекция теперь у нас будет например неделя только факультетской педиатрии потом еще пять дней анестезиологии и после пар будут лекции как обычно вот и сейчас расписание расскажу ром над фоткой над кимой в большей части это место лекции пошли немножко погулять по бережку и так кима ты лох и так и так сегодня 17 сентября не важно что я еще в августе начала записывать это видео абсолютно неважно тогда да шибись кимом всех блох вы часа вот и вали привет ребята сегодня 17 сентября продолжаем записывать влог для мне не получилось снять видео потому что села моя камера и плюс в итоге ваня прилетел прилетел не в новосибирскому барнаул и получается я просто так и проехала в аэропорте ждала его ну да ладно опустим потом он все равно вернулся у нас была нелетная погода туман вот сейчас все нормально он уже тут давно и у нас уже 17 дней ну как 17 минус 3 короче две недели идет учеба третья пошла неделя понедельник сегодня и так хочу вам рассказать про расписание потому что на четвертом курсе все поменялось про то что я могу совмещать работу и учебу и вообще про то что четвертый курс обалденный и так расписание здесь дело полностью меняется потому что начинается цикл цикла это не как вот у нас первый второй третий курс шла каждый раз в неделю там анормальная анатомия раз в неделю там под физ и так далее и каждую неделю на каждой неделе была куча предметов нет сейчас у нас например первый цикл это пропедевтика детских болезней педиатрия и у нас она идет аж 2 даже две с половиной недели до 20 то есть вот у нас через пару дней будет уже конечное занятие этого цикла не у нас будет экзамен но зимой зимой у нас хотя будет экзамен и сразу скажу по детскому пропеду по гигиене как ни странно по фактиру и по фактеру факультетской хирургии факультетской терапии вот так что продолжаем значит самый длинный цикл как раз пропедевтика детских болезней до 20 числа потом факультетская хирургия три дня всего 4 потом 4 дня травматологии дальше 9 дней урологии потом столько же акушерства столько же неврологии дальше дерматовенерология столько же дней гигиена столько же дней и медицинская реабилитация факультетской терапии медицинская реабилитация сколько-то там дней тоже также к детской терапии аж 10 14 дней две недели факультетской терапии анестезиология будет еще у нас все дальше зачетной неделе мы сдаем зимнюю сессию вот сейчас уже третью неделю мы ездим в одну и ту же детскую больницу мы уже не занимаемся наших лабораторных корпусах или в главных мы занимаемся прямо на клинических базах это офигенно так вот это значит что мы ходим в детские больницы в одну и чем мне это очень сильно понравилось мы пришли первое занятие познакомились с преподавателем и это преподаватель у нас все две с половиной недели нам дали сразу же ребенка на курацию у нас с терезой вначале был мальчик андрюшка три годика ему было выписали он с бронхитом там лежала вот по нему пишем история болезни то есть начальном каждому дали ребенка мы его курируем каждый день не как у нас было на преподаватике взрослых болезни когда мы приходили раз в неделю и уже соответственно все больные давно менялись и мы каждый раз спальпировали и осматривали других пациентов новых сейчас каждый день мы знакомы с мамой с мамой пациента с пациентом самим курируем его пока он не пока он не выздоровеет то есть следим в динамике как он поступил мы его буквально вот он поступил и мы на следующий день начали учебу и мы прослеживаем всю терапию все что ему назначает осматриваем с ног до головы и просто действительно с ног до головы потому что в истории болезни в учебной истории болезни должно быть все от момента чем болели его родители бабушки дед до таких мелочей как как проходили роды ну как мелочь мелочь совершенно не мелочи в общем все записываем все показываем рассказываем играем с ним с ребенком достаточно сложно найти общий язык особенно с больным короче очень классно ребят если вы думаете идти и на педиатрии не идти вы представьте что например на четвертом курсе вам дадут ребенка и вы будете общаться детьми то что там нету взрослым да там есть взрослые типа 12 14 лет лежат может кто-то наплакала там ругалась кричала на нас ругалась кавычка и в итоге мы нашли общий язык не показав там игрушку и и вот она зависла на ки так потому что мы сегодня пятимесячную осматривали кто-то и ганыш ходит рядышком она просто поселился у меня вот это кто был первый ребенок два года два года девочка бронхит и вот у меня был обструктивный бронхит у нас лежит и пневмония и если повезет еще какие-нибудь мы заболевания можем посмотреть но в любом случае мы осматриваем все системы и жкт и мочеводелительную и так далее короче говоря на педиатрии вы по-любому будете все равно общаться с детьми если вы их не любите то не очень советую идти на 53 если тебе не принципи это мне кажется стоит то что мне вот было не принципиально но сейчас прям принципиально я очень рада что мы детей осматриваем и взрослых на четвертом курсе происходит расформирование у нас в нгм в новосибирском государственном университете медицинском добавляется первая академическая группа добавляется первая академическая группа до идут те кто хочет больше заниматься наукой вот у нас было 12 человек к нам добавили еще одну девочку кстати да и значит тебя вообще не видно вот она у нас заведует правкомом вы наверное кто у нас перваки точно знают эту мадам вот теперь нас 13 человек максимальное количество человек у нас 14 в какой-то из групп вот остальные поменьше нас вообще было там 5 человек которые остались там подчислялся народ подчисляли и их осталось 5 и их распиром расформировали туда-сюда закинули теперь нас начале нас было 20 групп на педиатрии поменьше всегда групп чем на лечебно чем например там два потока нас один поток 20 групп сейчас в прошлом году было 18 сейчас расформировали и еще меньше стало групп вот народ уходит но возвращается те кто в академии был те кто заваливал экзамены вот и сейчас опять новые люди появились на потоке так вот это цикл с 9 до каждый день 9 до 12 40 идет пара из какого-то цикла например сейчас это пропедевтика у меня да далее мы идем на лекции далее мы идем на лекции обычно две лекции в понедельник потом вторник среда не от лекции и четверг пятница есть лекции суббота нет лекции ким свали то есть расписание намного проще чем в первый второй или третий курс 3 вообще засада было поэтому вторник среду я теперь ол не капал мед поэтому среду во вторник среду я теперь работаю работаю все там же где работала в аналогическом центре можете посмотреть предыдущие видео где рассказываю про работу летом и выходит с двух до максимум девяти чем ты загораживаешь свет еще с 2 до 9 я работаю на работе работ работаю и в чем проблема можно пойти работать все равно хочется опыт более такой жесткий получить не в частной клинике и пойти работать в там на нашу какую-нибудь горбольницу муниципальные штуки но бы пока этого сделать не можем потому что у нас нету сертификата о том что мы имеем среднее медицинское образование это все делает супер тупом новосибирске очень тупо во первых это контора контора у нас комиссия работает два часа в день там 2-3 часа не помню с 3 до 5 по моему и на эту комиссию идет куча народа куча и там очередь занимает с утра людям и получить это все сложно муторно короче это занимает огромное количество времени кима и в итоге нам дадут сертификат мне кажется только в декабре без него нас просто в больницу не возьмут ну может быть по связям не знаю но медсестрой санитаром-то возьмут конечно вот медсестрой не возьмут потому что нужно иметь сертификат вот поэтому народ сейчас ждет когда им дадут сертификат и они пойдут работать куда-нибудь типа горбольницы и другие больницы вот у меня работа кроме вторника среды еще может быть субботу и воскресенье учиться я успевала бы если бы еще не фотографировала и не записывала видео потому что записать видео окей можно найти время как сейчас а вот смонтировать видео вот это дело другое короче говоря я пока в восторге от четвертого курса нам много он приятней нам много потому что больше клиники мы все занимаемся в клинических базах на разных детской больнице взрослой какой-нибудь любой в какой-нибудь травматологии еще чаще всего у нас будет наверно пара в обл больниц у нас областная больница там очень много наших занятий проходит лекции там проходят после пяти сорока мы свободны и кто вот чем занимается принципе можно пойти на работу типа ночную смену но это вставать на следующий день рано и тяжело что у вас совсем нету в общем и целом я вам рассказала все пока осень мы стараемся с девочками с подругами с моими побольше гулять потому что потом сибири начинается серьезная зима абсолютно не хочется никуда выходить вот и Правда, все говорят, что вы начинаете погружаться уже в свою деятельность. И когда мы, например, сходим к пациентам, наш преподаватель говорит, вот молодые врачи пришли, нужно посмотреть вашего ребеночка. Тогда мамочки соглашаются. А если говорить, что типа вот четвертый курс пришел, посмотреть ребенка, большинство может отказаться. Поэтому и молодые врачи уже. Это очень классно слышать. То, что ты изучал раньше, начинает наслаиваться, понимать, запоминаться. Причем ты видишь все это теперь, вот перед тобой пациенты, ты на них все это видишь. Это классно и интересно. И уже не на куклах папируешь, перкутируешь. А действительно, стоящих в детях и на 5-месячных, и на 12-летних. И ко всем нужен свой подход. И классно. Лечфак то же самое делает, но со взрослыми. Мы и со взрослыми, и с детьми. Интересно, максимально. А вот сейчас мы пошли с Айкой, она меня ждет, писать историю болезни. Историю болезни нам разрешили в этот раз печатать. Обычно мы пишем от руки, по 15 страниц там, катаем текстом. Вот сейчас нам разрешили напечатать ее, наконец-то. Поэтому она пойдет по своему ребенку писать, я пойду по своему ребенку писать. Ну и, собственно, на этом все. Буду по мере возможности записывать побольше видео. Надеюсь, не к сессии я это сделаю. Потому что я сейчас еще фотографирую. И это достаточно время затратным. Потому что потом тоже обрабатывать фотографии очень долго. Но зато есть хоть какой-то достаток. Ну и плюс, я очень люблю фотографию. Я занималась этим со школы. Вот. Так что не могу. На третьем курсе я абсолютно не могла совмещать. Было очень тяжело. Особенно, когда у меня остались с лета фотографии. И на начале третьего курса мне нужно было их все обработать. Это было жутко тяжело. Я еще болела. Кто знает, кто следил. А сейчас начнется еще зимние фотографии. Ну, не знаю. Фотосессии. Очень круто. Я очень довольна. И задавайте вопросы, какие у вас есть в комментариях. И подписывайтесь в инстаграме. Там что-то в последнее время много ржачных сториз. Ну все. Пока. Пока. Короче, мы не знаем, что происходит. Но Лиза такая привезла нас сюда и сказала, ну все, пора резать колосики. Зачем? Она не объяснила. На доскопе. Продолжение следует...